Администрация Раменского муниципального района собралась на заключительное оперативное совещание в уходящем году. 2018-й вышел на финишную прямую. Впереди один из самых любимых праздников – Новый год. Для многих это время отдыха, а для кого-то – время ответственной работы. Вогодние праздники для нас – это большая ответственность проведения и как самих на предприятиях, так и поддержания жизнедеятельности Раменского района на протяжении всех выходных дней, которые нам предстоят. Предстояты у нас достаточно много. Поэтому все силы и средства наши, как коммунального хозяйства, так и службы реагирования, должны быть в полной боевой готовности и реагировать на все возможные происшествия адекватно, оперативно и качественно. Все организации, которые работают беспрерывно, такие как Краменский теплосеть, водоканал МОЗ «Облэнерго» и прочие муниципальные структуры, доложили о готовности нести вахту в новогодние каникулы. Как в целом, все необходимы у нас за руку, на полосу прихонок, поэтому мы готовы. Хорошо. Посмотрите, сегодня, когда я ехал на работу, еще тепло было, в народное имение, у стадиона до Северного шоссе, почему-то у нас фонари не горят. Гиблиан горит, фонари не горят. Ладно, не знаю почему, может быть, они уже выключились, как-то там, но еще темно, обратите внимание. Ситуация в Раменском районе к концу года стабильно удовлетворительная, что особенно важно в преддверии длительных праздничных дней. Хотелось бы обратить внимание на предстоящие праздники. Они идут и большие, и елки, это места массового скопления людей. Госпожнадзор, соответственно, будет проверять эти места на пучи, возгорания и соблюдение мер пожарной безопасности. Ну, а к новогодним праздникам, как всегда, у нас усиленный вариант, приказы, резервная техника, солярка, бензин есть, все есть, люди проинструктированы, переходим на режим повышенной готовности, к праздникам готовы. Контроль за правопорядком в Раменском районе тоже находится, что называется, в зеленой зоне. Все стабильно, спокойно. На выходные адресовано каждое дежурство, и особо внимательно выделять зимние уборки. Зимние уборки, да, действительно, и, может быть, с вашей помощью какие-то места, которые мы не знаем, мы не видим в данной ситуации, нам бы хотелось тоже видеть. Потому что если она подскажет, мы быстрее отреагируем. В среду, 26 декабря, во всех поселениях, кроме Быкова, состоятся публичные слушания по вопросу объединения в городской округ Раменский. Нужно всем внимательно подойти к этому вопросу. Главы, каждый, кто ведет по своей территории, чтобы все не прошло в соответствии с законом, спокойно, нормально, и, в общем-то, обеспечить то, чтобы люди смогли высказать свое мнение. Наряду с вышесказанным глава района Андрей Кулаков отметил, что в 2018 году район достиг неплохих результатов. Поблагодарил всех руководителей и глав поселений за отличную работу. Андрей Пластунов, Елена Цыганова, Антон Карташов. Для программы «Городские вести».